Смотрите, у вас были задания нарисовать чертежи на чертеже, но вы не ставили размер. Правильно? Мы сделали только цвета, я показывал как меня, теперь не меня и так далее. И слои мы тоже пока не учились. Слои были позже. Здесь у меня по слоям как-то все. Я сейчас покажу, как ставить размеры на чертеже. И как работает с моими расстрочными текстами. Допустим, если у вас такой чертеж, вам нужно обозначить здесь в основном диаметре радиуса. Потому что здесь линии практически нет. Я не помню, что там на чертеже обозначено, но давайте обозначим, что вот здесь, например, диаметр. Ну, какой здесь диаметр, такой я обозначен. То есть реалек, который померен. Для того, чтобы это все обозначить, нужно утереть здесь нотации, и у вас есть вот такой блок размеров. Сможно его развернуть, посмотреть здесь, что есть. Ну, мы выберем параллельный, меняемый, угловой радиус диаметр. Нам нужен диаметр. Поэтому выбираем диаметр и указываем в нашу губу. Просто вот так вот. Вот она большая. Указываем ее и выносим вот сюда, например, диаметр. То есть у нас ДМП-140. Разничок диаметра добавляется сам. На самом деле вот этот текст, который здесь пишется, можно будет менять. То есть по умолчанию автокад меряет реальный размер и выносит его сюда. Но бывают такие случаи, например, когда нужно нарисовать неправильный чертеж дома, чтобы он потом разломался. Меняется вот здесь вот значение. Нужно поменять значение, то есть не 140, а там другое. Ну, к примеру, я рисую там на глаз, да, все эти, весь чертеж. То есть реальные пропорции у меня могут не совпадать. И тогда мне нужно просто написать значение, которое там потом должно быть. Будет кто-то придерживаться. Вот, можно будет этот текст менять. Я, похоже, покажу как. Вот, к примеру, нам нужно сделать радиус. Или давайте вот здесь вот, вот здесь вот, короче, сделаем, вынесем вот этот вот размер, вот это расстояние. Сюда. Для того, чтобы это сделать, нам нужно выбрать другой размер линейки. Вот. Теперь указываем первую точку размера и вторую точку. Вот они будут. Эти две точки. Указываем первая и вторая. Из-за включенных привязок у меня все привязывается. И указываю, куда вылезти. Сюда, сюда, в общем, какую сторону вообще. Вот, вынесли. У нас указывается 20. Все. Есть также такое понятие, как линейный, параллельный размер. Для чего он нужен? Вот, линейный и здесь параллельный. Значит, смотрите, линейный я могу выносить как горизонтально, так и вертикально. Бывают случаи, ну, вот, как к примеру, у меня идет вот эта линия. Или вот линия, да, идет. Мне нужно вынести размер вот сюда. Ровно вот как линия идет. Такие случаи бывают. Тогда нужно использовать параллельный. Указываю первую точку, указываю вторую точку. И не нашел вот сюда размер. Потому что линейным размером я такое не сделаю. То есть он не станет под таким углом, как нужно. Он вынесет немножко по-другому. Он вынесет все равно либо горизонтально, либо вертикально. Вот. Для того, чтобы вот здесь, допустим, появлялись, вот здесь вот появилась вот такая вот линия. И на этой линии было написано вот так 140, допустим, да. Нужно использовать стили размерных линий. Как работать со стилями я тоже позже покажу. На самом деле вы не будете стили постоянно создавать. Вы создадите один свой стиль и постоянно будете импортировать его в другие чертежи. То есть вы один раз его создаете, у вас есть чертеж с этим каковым стилем. Вы создаете новый чертеж, чертите и потом всего лишь загружаете стиль. И он сразу применяется как всем линиям. То есть настраивать больше ничего не надо будет. Вот. Значит, дальше. Давайте вынесем, ну, расставим здесь, наверное, радиусы. Вот здесь радиус, здесь вот тут поставим, да. То есть выбираем из списка радиус. Вот. Если посмотреть, то можно смотреть вот эти команды. Я вам уже говорил про них. Пишем эту команду и у нас берется этот инструмент. То есть если знать команды наизусть и, в общем, быстро печатать, то можно пользоваться только клавиатурой. Не нажимать кнопки, мышку. Вот так же. Значит, ну, мы возьмем размер отсюда. Потому что я плохо печатаю. Вот. И укажем вот этот круг. Я несу, к примеру, вот сюда. На чертеже указывается один радиус. И пишется здесь шесть штук. Ну, у меня шесть кружочков. И как написать шесть штук, я чуть-чуть позже покажу. Вот. Сейчас делаем здесь размеры. Нажимаем пробел, чтобы повторить радиус, да, предыдущим сменять. Выносим там, к примеру. Ну, вот сюда. И вот здесь нужно радиус указать. Можно правая кнопка. Повторить. Представляем радиус. То же самое, что и пробел. Выносим сюда. Так. Ну, и здесь надо. К примеру, вот так. Вроде там все указал. Вот. Вот. У меня, как бы, есть слои. Поэтому я могу взять, выбрать все эти линии, которые я создал. Размер. Вот. И применить к ним другой слой. Вы можете просто поменять, допустим, цвет вот здесь, да, и идти к линии. Ну, я поменяю слой. Вот. По-моему, так лучше смысл. Что еще более понятно, что будет. Правильно? Вот. Дальше. Вот это еще, кстати, не поменял. Вот. Давайте покажу, как здесь сделать текст. То есть я этот радиус удаляю. У меня не нужно. Ставлю сейчас сразу, чтобы он был косевой. Он оформлялся вот так. И выбираем, значит, снова радиус. И выбираем радиус. И выбираем ток. И, помните, я уже говорил, что надо почаще заглядывать в контекстные линии. Ну, при выбранном инструменте. Там есть очень много полезного. Так вот. Можно выбрать n-text. Вот. Программа немножко думает. Потом. Дописываем здесь 6. Штук. Ну, вот так вот. И закрыть текстовый редактор. Нажимаем. Ну, указываем, что это должно быть сверху. Теперь у меня получается, что на чертеже обозначено, что радиус 7. И на чертеже таких кружочков 6 штук. Вот. В классическом виде у вас будет не закрытие редактора. Там будет кнопочка ОК для применения. Измена. Вот. Ну. То есть там ничего сложного. Там все видно на экране. И там для редактирования вот этого текста не появляется вот здесь. Это все. А плавающая панелька появляется. Вот. Так. Дальше. Как здесь? Не здесь. Давайте здесь поменяем размер на 15. Ну, вдруг мне надо не 20, а указать 15. Да? То есть удаляем этот размер и выбираем линейный. Снова указываю первую и вторую точку. Правая кнопка. Выбираю текст. Вот здесь вот теперь я могу писать текст. Не только цифры, но и буты. Можно писать. Выбираю, допустим, 15. Нажимаю Enter. И указываю, где у меня должна быть эта линия. То есть на самом деле здесь размер 20. У меня указал 15. В принципе, это вот так вот нужно работать с вот этими. размерными линиями. Может быть у вас будут проблемы с углами. То есть я сейчас сделаю один отрезок. Ну, например, вот здесь вот сделаю второй отрезок. То есть на чертеже мне нужно будет указать вот этот угол. поэтому я беру инструмент размера угловой. И оно спрашивает. Выберите другой круг, отрезок или указать вершину. Кстати, вы можете, если у вас есть дополнительные, как бы, варианты, после выбора инструментов, то здесь вот, вот тут показывается такая стрелочка вниз. Вы можете нажать, ну это будет означать, что если вы нажмете, вы вызрете контекстное меню, у вас там будут дополнительные какие-то варианты. либо можно нажать клавишу вниз. Тоже будет выходить то же самое меню практически, но только без каких-то левых команд, типа вырезать, копировать и так далее. Вот. Ну, я пользуюсь контекстным меню. То есть я не пользуюсь ставящим, но это намного точнее. Значит, здесь выбираем первый отрезок и выбираем второй отрезок. И указываем, где мне нужно указать градус. Кстати, я четко попал в этом градусе. Вот. Указываете и у вас получается размер на чертеже. Так же есть у каждого объекта, это я еще не показывал вам, но у каждого объекта есть свойства. Не вот эти быстрые свойства, которые в принципе никому не имеют, а есть нормальные свойства. Правой кнопкой есть свойства. Вот. И здесь можно поменять очень много. То есть можно цвет, слой, если он, ну объект в каком-то слое, масштаб поменять и так далее. То есть три вкладки. В зависимости от того, какой это у вас объект, количество вкладок будет разным. Теперь давайте сделаем многострочный текст. То есть в таком виде на вот этой вкладке есть многострочный текст. То есть также можно ввести мтекст. В классическом виде нужно либо ввести мтекст, либо заходить в черчение, в рисование. Там есть в менюшке текст и там уже два вида. Многострочный и однострочный текст. Ну, мы сейчас рассмотрим многострочный текст. То есть после выбора инструмента у меня он просит указать первый и второй облак. Грубо говоря, будем рисовать контейнер. Ну, так же самое, как в Photoshop и иллюстратор. То есть для многострочного текста. Рисуем контейнер. После этого у меня появляется вот такое окошко, где мы можем видеть этот текст. Он текст берет сразу цвет, в общем, и оформление со слоем. Ну, если он в каком-то слое, по-моему, тянем он в слое 0. Потому что у меня один слой. Здесь я могу менять размер. Он тут меняется. Могу менять также цвет какой-то другой. Допустим, не тот, который в слое, а этот. Программа работает вот так. Она смотрит. Есть ли цвет для именно объекта. То есть вот здесь. Если он есть, она применяет этот цвет. Если его нет, она смотрит слой. И применяет цвет слоя. Если вот здесь не выбран какой-то другой объект. То есть смотрит вот тут вот. И все. Дальше можно делать курсив, положение и так далее. То есть у вас появляется вот такая большая панелька, при помощи которой я могу все создавать. Еще можно здесь создавать списки. Я не знаю, почему-то многие ими не пользуются. На чертежах довольно-таки часто бывает в правом нижнем углу список и там перечень. Ну, допустим, на чертеже у меня просто вынесены цифры. Один, два, три, четыре и так далее. Внизу чертежа все подписано. Потому что один – это ящик такой, два – это труба какая-то и так далее. Вот. Все это можно сделать не вот так вот, писать один, точка и так далее. Можно просто сделать список. Вот. Этого нужно вот здесь выбрать просто, какой нужен список. Нам нужен нумерованный список. Поэтому я там что-то напишу. Нажимаю Enter, в нем два, пробег три. То есть я не сижу и пишу цифры. Вот. И у меня получается вот такая вещь. Ну, я это удалю просто. Вот. Еще полезная штука – это обозначения. Потому что бывает, что нужно написать какие-то обозначения. Вот. Это все делается вот здесь. Плюс-минус диаметр и так далее. То есть если вам нужно написать текст и указать именно диаметр, то есть в том же диаметре, если вы хотите абсолютно полностью изменить текст, не то это написать диаметр, который предлагает программа, но написать свой. Вам нужно будет написать именно значок диаметра. Правильно поставить. То есть вы ставите вот таким образом и дописываете там свое какое-то значение. Диаметр, например. Ну, в размерах тоже m-текст, работают точно так же, какие тексты. Ну, в принципе, после того, как вы что-то написали, вы будете закрыть редактор. Ну, все сохраняем. Вот. Если вам нужно что-то изменить, нажимайте два раза по тексту. У вас снова включается детектирование текста. Мы сейчас закроем. Сейчас покажу еще несколько штук. Вот. При выделенном многосрочном тексте у вас есть четыре точки. Некоторые из них растягивают текст, некоторые нет. Сейчас добавим еще текста. и, значит, смотрите. Вот я выбрал. У меня есть четыре точки. Значит, вот эта точка, она позволяет перемещать текст. Вот эта точка, она увеличивает вот это расстояние. То есть, теперь текстовое поле больше вниз увеличивает. И здесь происходит то же самое. Вот эта точка, соответственно, увеличивает его право. Я увеличиваю и сразу вижу на экране, что у меня можно больше текста. Ну, грубо говоря, вот этот зас писать. Вот. Также здесь есть отступы от краев. Если вдруг нам не надо, то вы можете менять эти отступы. И здесь, и здесь. Ну, и здесь менять высоту. Несколько вариантов есть сделать одно и то же. В принципе, вам сейчас нужно на тех тертежах, которые у вас есть, расставить все размеры. Вот. Ну, там указаны, в принципе, правильные размеры. Поэтому вам м-текст использовать не придется. Вот. М-текст, именно многострочное текстовое поле, можете просто пока что попробовать посмотреть настройки. Как это, в общем, на практике. Потому что, по-моему, в тех чертежах нет. Это не на вот таковом расставе. Спасибо. 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 Спасибо.